Ребёнок задохнулся от попадания семечка в бронхи. К этому выводу пришли эксперты, когда знакомились с историей болезни Ксюши Никитиной. Именно попадание инородного тела в дыхательную систему явилось причиной событий 30 декабря 2013 года. Тогда зав. отделением педиатрии Татьяна Быстрова по версии обвинения не оказала должной помощи 13-месячной девочке. Впоследствии задохнувшейся, экспертное мнение защиты Быстрова и всячески пыталась оспорить, усомнившись, судя по вопросам, в квалификации эксперта на стадии следствия. Я врач-детский хирург и в сферу деятельности врача и детских хирургов входит в лечение больных, в том числе и с инородными телами бронхов. Я единственное, я могу, я как врач-детский хирург, имею право устанавливать показания к выполнению необходимых эндоскопических мероприятий. Имею полное право на это. Но вот по существу проведение экспертизы врач ответить не смог. Документ готовили год назад, ещё на этапе следствия. Эксперт попросил время, чтобы вновь ознакомиться с документами и удалился до следующего заседания. Зато защита Быстровой привлекла своего специалиста. Александр Аулов работает в Первом московском государственном медицинском университете хозяйственным ассистентом, судя по сайту организации. Сам окончил мед и специальность у него военный врач. По его мнению, задохнулась девочка не от семечки. Причиной смерти явилась остановка дыхания в результате интубации трахеи. В результате раздражения трахея интубационной трубкой произошла остановка дыхания. А с семечкой в бронхе, считает Аулов, жить можно всю жизнь. Теоретически. Ведь все доводы его основываются прежде всего на научной литературе и опыте работы судмедэкспертом. Усомнились защитники и в заключении врача, осматривающего ребёнка после смерти. Как-то патологоанатом, честное слово, мы в большом недоумении, как мы считали, патологоанатомическое заключение, оно совершенно поверхностно. Оно не соответствует требованиям, нормам и стандартам, которые должно описано быть. Татьяна Быстрова по-прежнему отказывается от каких-либо комментариев в прессе. А её защитники считают, ошибка при оказании медицинской помощи была. Но чья, пока непонятно. Здесь есть вина по дефекту оказания медицинской помощи. Есть дефект оказания медицинской помощи. И вот этот дефект, кто его осуществил, нам нужно восстановить в порядке судебного следствия. С момента смерти ребёнка прошло уже почти два года, а судебный процесс даже не близится к концу. Семья Никитиных после трагедии распалась, а виновный в смерти её дочки до сих пор не установлен. Обида у Натальи Никитиной не только на врача, допустившего ошибку, но и на всю медицинскую систему. Может быть что-то изменится, но это навряд ли. Одна я ничего такого не расшевелю, ребёнка мне не вернуть. Но суть того, что если люди не хотят оказывать нормальную помощь и нормальную, то есть оценивать ситуацию в принципе из-за того, что просто не хотели. По разным своим каким-то причинам, вот это я считаю, что нужно пресекать. Алексей Соков, Артём Горчаков, 6 канал.